Я сегодня, друзья, в немножко необычном для себя амплуа выступаю, потому что я, как исследователь, в общем, в основном занимался всегда некой аналитикой. Или даже еще хуже, философией какого-нибудь источниковедения, например. То есть у меня в основном, моя речь была построена, обращенная к публике того или иного круга, она была в основном построена на моих личных аналитических выкладках, которые имели место в ходе исследования. Сейчас я, наверное, первый раз в жизни зачитываю доклад, который, ну, наверное, процентов на 75 состоит вообще ни из каких моих выводов, ни из каких моих интерпретаций, а только на цитировании источников синхронных своего времени. Имея в виду данный доклад, я подготовил его на источниках, которые почти исключительно относятся к стороне белогвардейской. То есть это или непосредственно участвовавшие в событиях военнослужащие, которые оставили некие мемуарные или дневниковые записи. Это военные корреспонденты, просто корреспонденты, представители общественности, которые пребывали в Крыму в 2020 году. Исключение составляют, пожалуй, только воспоминания генерала Якова Слащева-Крымского, который, с одной стороны, участвовал все-таки на стороне белой армии в обороне Крыма, был одним из виднейших командующих белой армии своего времени, но в конце концов перешел служить в Красную армию. И уже, будучи военнослужащим, рабочий крестьянской Красной армии оставил свои мемуары. Поэтому да, он, с одной стороны, очевидец, с другой стороны, лицо все-таки вполне не заинтересованное. Тем не менее, он, так как очевидец событий, я его тоже с полным основанием взял. Ну, чтобы, по крайней мере, было некоторое представление с другой стороны, что называется. Хоть какое-то. Никакие агитационные материалы со стороны большевистского правительства я вообще не использовал в принципе. Хотя их очень много. Никакие синхронные большевистские источники я тоже не использовал, включая документальные. Соответственно, говорить я в основном буду не о военных событиях. Потому что я думаю, что мне было бы слишком смело браться за такой вопрос. Я за такой короткий срок серьезно подготовиться бы не успел. И я специально, конечно, построил доклад не на документальных, а на нарративных источниках. То есть, источниках повествовательного свойства. Несмотря на то, что любой профессиональный историк понимает, нарративный источник, источник, как правило, довольно ненадежный. Ну, в силу того, что человек может нечто забыть, нечто перепутать, нечто нарочно исказить. Ну, например, ему не нравится какой-нибудь его сослуживец, которому он записывает нечто в дневнике. То есть, это очень субъективный источник. Тем не менее, я сознательно пошел на данное, ну, не сказать допущение, но на данный прием. Потому что меня в данном случае, конечно, интересовало в первую очередь не документальное освещение событий 1920 года. То есть, с магазинными чеками, с накладными на расход патронов, на цены на колючую проволоку, которую закупали в Константинополе. Меня интересовала в первую очередь антропологическая сторона. То, как это изнутри видели люди, которые непосредственно участвовали в событиях или просто были ими затронуты. Чтобы не откладывать вопрос в долгий ящик, давайте начнем. В общем, общеизвестный факт, что в 1919 году, в конце 1919 года, в начале 1920 года, главнокомандующий добровольческой армии Деникин, в общем, в основном, уже не представлял из себя того авторитета, какой он представлял раньше. И серьезно встал вопрос о преемнике. Кто будет командовать добровольческой армией? И в свое время, еще в феврале, Врангель, который был отставлен Деникиным от командования, он убыл в Константинополь, как мы все знаем. А в начале апреля он прибыл обратно из Константинополя в Севастополь на английском дредноуте Emperor of India, типа Iron Duke. Такое такси хорошее получилось, с 340-мм артиллерии. Прибытие Врангеля, это, конечно, было большое событие. Потому что, прямо скажем, части добровольческой армии, оказавшиеся в Крыму после новороссийской эвакуации, после отступления, в общем, они были не в лучшей форме. Это с одной стороны. С другой стороны, в крайне не в лучшей форме было и гражданское управление. То есть, если белые войска хотели хоть что-то сделать в Крыму, не будучи довольно быстро разгромленными, им нужно было, с одной стороны, приводить очень быстро в порядок самих себя, то есть вооруженную силу, приводить в порядок тыл, чтобы элементарно эту армию можно было кормить, приводить в порядок дисциплину, как тыла, так и боевых частей, и очень быстро искать хоть каких-то союзников вовне. И фигура Врангеля в данном случае была, на мой взгляд, крайне удачной. Потому что это был человек, который, во-первых, очень ярко оппонировал Деникину в свое время. И он прямо говорил о возможной ошибочности некоторых его ходов. Ну, например, критикую его за развитие и наступление на московском направлении. И в итоге, во многом-то, Врангель оказался прав. И все видели, что в конце концов, конечно, руководство Деникина, как бы удачно он не начинал, привело к ряду поражений. Конечно же, как авторитет, он утратил, в общем, свое моральное право на командование, как это виделось изнутри. А Врангель это был посторонний человек в данном случае, который не был, ну, как бы это сказать, участником серьезных поражений. Он был героем Первой мировой войны, человеком лично храбрым и очень выгодно выглядящим. Это как минимум. То есть это такой подтянутый, высокий, в хорошо сидящем мундире, очень энергичный и лично храбрый. И, конечно, самое главное, все знали, что вот этот человек, он раньше не прятался никогда за спинами от пуль. Он с серьезным военным образованием, у него хороший опыт. И, конечно, прибытие Врангеля вселило надежду. И Врангель, в самом деле, взялся за наведение порядка. А наводить порядок было надо. Вот, например, Георгий Владимирович Немирович Данченко, это бывший начальник отдела печати Гражданского управления правительства Юга России, и писал буквально следующее. Генерал Врангель уехал в конце февраля в Константинополь, как говорили, направляясь в Западную Европу. В Константинополе, по-видимому, он отказался от своего намерения, так как имел продолжительное совещание с Кривошейным, о нем чуть дальше, и представителями союзного командования. Когда в 21 марта в Севастополе последовала неудачная попытка наметить нового главнокомандующего путем избрания военным советом, под предательством генерала Драгомирова, на следующий день на английском сверхдредноуте император Индии в Севастополь прибыл барон Врангель и к вечеру был назначен Деникиным по телеграфу с Феодосией главнокомандующим русской армии. И вот же в это время, чуть-чуть позже, как раз наш герой, недавно упоминавшийся, Александр Яков Александрович, прошу прощения, Слащев, подает Врангелю рапорт, который Врангель сам приводит в своих записках. Выдержка буквально такая. Интриги на маленькой территории Крыма невероятно растут. Борьба идет с коренными защитниками фронта, до меня включительно вторгаясь даже в мою частную жизнь. Там, правда, он дальше уточняет, что именно вторгается в его частную жизнь, а именно алкоголь и кокаин. За что, кстати говоря, Врангель Слащева всегда очень сильно журил, потому что понятно, что напряжение большое, но вот уж так-то совсем зачем. А сам командующий оценивал боеспособность добровольческой армии в Крыму так. Добровольческие полки прибыли также в полном расстройстве. Конницы без лошадей, все части без обозов, артиллерии и пулеметов. Люди оборваны, озлоблены, в значительной степени вышли из повиновения начальников. При этих условиях и добровольческий корпус боевой силы не представлял. Слащев в мемуарах своих уточняет оценку Врангеля. Ватага беглецов буквально запрудила Крым, рассеялась по деревням, грабя их. В этом отношении приходилось поражаться, что делалось в частях добровольческой армии, где по 3-5 месяцев не получали содержание. Между тем, как и ставки, содержание выдавалось. Крым был наводнен шайками голодных людей, которые жили на средства населения, и грабили его. Учета не было никакого, и паника была полная. Каждый мечтал только о том, чтобы побольше награбить, сесть на судно или раствориться среди незнакомого населения. Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссии, было поистине ужасно. Это была не армия, а банда. Повторюсь, эта оценка Слащева была высказана уже после того, как он стал на службу прямым своим противником когда-то. После тяжелых поражений любая армия, не только белая, это в мировой исторической практике происходило неоднократно, и там даже не один десяток раз начинала утрачивать дисциплину. Особенно при отсутствии нормального снабжения и выдачи жалований. То есть вооруженные люди, которые по многу месяцев находятся в окопах, в походе очень часто привыкли разрешать свои проблемы самым простым способом. И самостоятельно на месте. Гражданскую точку зрения представляет военкор добровольческой армии Григорий Николаевич Раковский в книге «Конец белых». Довольно длинная цитата, прошу прощения, она на мой взгляд важная. То, как это воспринимали в эти зимние и ранние весенние дни 2020 года. Армия разгромлена морально. В оставленном Новороссийске оставлена была та идея, которая воодушевляла вооруженные силы Юго-России в их борьбе с большевиками. У добровольцев и казаков исчезла вера в правоту дела. В войсках нарождались настроения, пока смутные и неопределенные, но в основе своей носившие характер моральной капитуляции перед большевизмом. Цветные войска, так их теперь называли, корниловцы, марковцы, дроздовцы, сохраняя видимость внешней дисциплины, в реальности являлись разнузданными кондотьерами, развращенными грабежами и насилиями до последних пределов. Пьянство, разгул, грабежи, насилие и, что особенно угнетало население, бессудные расстрелы и своеобразные мобилизации, выражавшиеся в том, что добровольцы хватали на улицах всех мужчин и тащили к себе в полки. Вот атрибуты, с которыми прибыл в Крым добровольческий корпус. Севастопольские и Симферопольские районы, наводненные цветными войсками, переживали тяжелые дни. Раковский, в отличие от слащего крымского большевикам, никогда не служил. Более того, к большевикам он относился крайне негативно, что видно вообще из всех его писаний. И в эмиграции он так, в общем, никогда на хоть какие-то сношения с большевиками не пошел. В принципе, это был последовательный противник, однако его оценочное суждение было именно такое. Как я уже говорил, Врангелю, помимо прекращения подобных брожений в войсках и в тылу, требовались союзники. Потому что, да, добровольческая армия при условии наведения порядка, это, в общем, была очень сильно отличная от нуля сила. Но без союзников все-таки справиться с конкретным противником уже возможности, наверное, не представлялось. И это все понимали, кто был в трезвом и твердой памяти. Поэтому Махно вступает в активное сношение как с анархистами Нестора Махно, которого, причем, даже некоторое время вполне, видимо, искренне считал за перспективных союзников. Махно так не считал. Вступает в сношение с украинской директорией Симона Петлюра и с националистами Северного Кавказа. Более того, были, судя по всему, некие отличные от нуля вероятностные планы заключения некоего перемирия с большевиками, чтобы привести в порядок собственные войска. Вот нам говорит об этом председатель земской управы Таврической губернии, князь Владимир Андреевич Оболенский. Из первого разговора с генералом Врангелем у меня создалось впечатление, что он решил круто изменить основные линии общей политики своего предшественника. Вместо похода на Москву – укрепление южно-русской государственности. Вместо борьбы с самостейностями – попытка примирения с антибольшевистскими государственными образованиями на юге России на основе предоставления им самых широких автономных прав. И, наконец, вместо борьбы до победного конца – попытка при посредстве союзников заключить мир или, точнее, перемирие с большевиками. Вот 13 мая 2020 года Врангель, в частности, издает приказ следующего содержания. В случае нашего перехода в наступление мы на пути к достижению заветной цели уничтожения коммунизма можем войти в соприкосновение с повстанческими частями Махно, украинскими войсками и другими противокоммунистическими группами. То есть, понятно, что если Оболенский доносит нам истину и Врангель в самом деле имел в виду некое перемирие с большевиками, то это было именно перемирие. Белым войскам, ну, с чисто стратегической точки зрения, нужна была передышка. Ну, тут, конечно, Врангель, на мой взгляд, это уже мое оценочное осуждение, некоторым образом пошел чуть дальше, чем мог бы пойти не профессиональный военный, а, самое главное, профессиональный политик и дипломат, который точно понимает, с какими людьми можно дружить, с какими можно только быть в неких попутчиках на крайне небольшое время. Ну, потому что, опять же, если мы почитаем, что в это время говорил Махно, ну, а что, это примерно такое содержание, что мы сейчас вместе полупим красных, а потом вместе с красными полупим белых. Тут самое главное, у этих каких-то выгод получить и у тех. Это все-таки анархист. С анархистами невозможно было находиться в постоянном политическом сотрудничестве. Вот в данном случае Аболенский нам говорит, что Врангель настолько поверил в то, что Махно ему друг, что пошел на освобождение арестованных за уголовные преступления анархистов, которые пребывали в местах решения в Крыму. Врангель до такой степени поверил, что имеет в Махно союзника, что велел выпустить из тюрем сидевших там махновцев во главе с автоманом Володиным. Ну, автоман Володин это был не тот человек, которого следовало выпускать из тюрьмы, забегая вперед, скажем. Которому было предоставлено сформировать вооруженный отряд. Володин нарядился в фантастический костюм, вроде Запорожского, и вербовал в свой отряд отчаянных головорезов и уголовных преступников. Знакомый татарин с ужасом рассказывал, что увидел в отряде Володиным, расшаровавшим по улице Симферополя, человека, который перебил и ограбил его родных и отбывал за это наказание в тюрьме. Атаман Володин повел отряд в Мельдопольский уезд, где воевал преимущественно с мирными жителями. Грабил и насильничал. В конце концов, его и подобных ему персонажей самим белым пришлось ловить и приводить в меридиан методом высшей меры наказания. Но в начале Врангелевской крымской эпопеи, я думаю, что, учитывая конкретные действия, Врангель об этом не сильно задумывался. Как опять же там говорит Аболенский, повторюсь, человек, мягко говоря, не случайный, как раз тот самый представитель гражданского самоуправления, который, да, не будучи непосредственно государственным чиновником, держал в руках именно земские нити. Он очень хорошо разбирался в этой земской политике, будучи человеком образованным, опытным и, повторюсь, непосторонним. С федералистами Врангель хотел казаться федералистом. Централисту он говорил о единой неделимой. Монархисту о царе, а республиканцу о республике. Тем не менее, вот такая попытка временного соглашательства. Врангель человек был принципиальный и имел вполне четкие позиции. Тем не менее, она имела вполне конкретные результаты на момент времени. А именно, то есть, часть определенных кругов крымских Врангеля однозначно стала поддерживать. Причем, довольно быстро. Я бы сказал, в одно мгновение. Как нам сообщает Слащев. Это как раз, который описывал те самые слои, которые поддерживали Врангеля. Ко мне стало приезжать духовенство с епископом Вениамином. Сенаторы во главе с Глинкой. И общий ход разговора был тот, что Деникин дискредитирован, что он морально разбит, должен уйти. Его место должен занять Врангель. А мой корпус, единственная сохранившая боеспособность, должен поддержать Врангеля, которого желает народ. Если мы взглянем именно на народ, то есть на подавляющее большинство трудящегося населения, а не на вполне уважаемую, но куда более узкую прослойку сенаторов, высшего духовенства, землевладельцев, лендлордов и промышленников, то вот крестьяне Черноморской губернии, это, конечно, не Крым, но по сложению и по территориальному расположению настолько близкие регионы, что, видимо, подобное настроение имели место и среди крымских крестьян. Так вот, они 18 ноября 2019 года постановили такую декларацию, часть из которой я зачитаю. Она довольно длинная, поэтому только выдержки. Овладеть деревней механически невозможно. Отнять землю и волю никому не под силу. И мы, черноморское крестьянство, пережившее господство большевиков, с оружием в руках, защищающий свою свободу от насилия и рабства добровольческой армии, в эту тяжелую для родины годину решили возвысить свой голос. Мы вступили в борьбу с реакцией как самостоятельная третья сила. Сила демократическая. Мы не сложим оружие до полной победы демократии. Мы отвергаем всякую диктатуру меньшинства над большинством, от кого бы эта диктатура не исходила. И какими бы конечными лозунгами она не прикрывалась. Мы противоставляем ей диктатуру демократии, то есть всего народа. Лишь в революционном сознании и в воле трудового народа, в его самодеятельности и инициативе, мы видим путь спасения гибнущей революции. Всякая диктатура меньшинства есть насилие над народом и борьба с ним. Одновременно бороться с народом и звать его на борьбу преступно. И бесполезно. То есть тот самый трудовой народ, он в общем-то был не очень согласен ни с господством, которое навязывали большевики, ни с господством, которое несли с собой части Белой Армии. То есть в большевиках южное крестьянство, которое было в общем-то вполне благополучно относительно центральной и, не дай бог, северной части Российской империи, оно, конечно, было мелкобуржуазно. У них все было относительно неплохо, просто в силу местного климата. И поэтому идея, которая большевики была заимствована у эсеров, идея черного передела о передаче земли трудовому крестьянству каждому, кто ее обрабатывает, была воспринята в 17-м году крестьянами на ура. Но идея всеобщей ее обработки, вот конкретно здесь, на юге России, была в общем вполне неочевидна и вызвала крайнее раздражение, которое тем более подкреплялось внезапно продолженной царской практикой продразверстки, которую большевики продолжили. Естественно, вот, пожалуйста, мы видим, как крестьянское крестьянство говорит, что нам ни помещиков не нужно, у которых только что землю отобрали, и слава богу, ни большевиков нам с их продразверстками не требуется. То есть база поддержки у белой армии в данный момент в народе была крайне слабая. То есть да, были слои, которые были объективно заинтересованы в подобных частях с подобным командованием. Но, как мы теперь знаем, и что было не всем очевидно вот в те годы, победит тот, кому не будет сопротивляться или будет в меньшей степени сопротивляться основная масса населения, то есть крестьянство, 8,7% населения Российской империи. Ну, как мы увидим, к сожалению, а может быть, к счастью, но это просто факт. К сожалению, конечно, для белой армии. Правительство Врангеля в этом отношении не сделало ничего принципиально отличного. От правительств и Колчака, и Деникина не было там примирения с крестьянством, не было ставки на крестьянство, были попытки некоторым образом заретушировать народное выступление за землю и волю. Но о них мы поговорим немножко дальше. Пока же слово Григорию Николаевичу Раковскому, который пишет, что Врангель как раз в первую очередь опирался на слои крупных землевладельцев и промышленников. Еще во времена Деникина, когда Врангель находился в интенсивной переписке с председателем Совета Государственного Объединения Кривошейным и другими членами этой монархической организации, состоявшей главным образом из аграриев, крупных промышленников и старых реакционеров-бюрократов. Еще тогда разрабатывался новый план возрождения России. В основе этого неоформленного плана лежала мысль о том, что русский народ пойдет не за большевиками, не за социалистами и не за либералами. Он пойдет за теми, кто правил ими до революции. Считая, что он является диктатором милостью Божией и волей народа, Врангель объявляет себя носителем всей полноты власти, военной и гражданской. И вот что очень интересно, на пресс-конференции, которая была собрана непосредственно за вошедствием Петра Ивановича на должность верховного главнокомандующего и, в общем, диктатора, на пресс-конференции была заявлена очень амбициозная программа. Кстати говоря, крайне интересная, как некий исторический эксперимент. Каким он, видимо, тогда и мыслился. Не триумфальным шествием на Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа. Ираковский уточняет. В Крыму хотят создать образцовое государство, своего рода опытовую ферму государственного строительства, здоровое государственное ядро, которое будет развиваться и притягивать к себе другие русские области. Врангель, как мы понимаем, был военный, человек с очень специфическим образованием и, естественно, сам заниматься всеми вопросами, которые обязательно ложатся на плечи правителя, он не мог. И возглавить правительство был приглашен видный экономист, специалист по юриспруденции Александр Васильевич Кривошейн, который находился во Франции в это время. Ему там прочили должность в банке. Однако он согласился и стал председателем Совета Министров и взялся за проведение реформ, которые должны были обеспечить стабильность в тылу. В первую очередь стабильность экономическую. Началось все с реформы управления, то есть там с головы стали как-то перестраивать. А Боленский, который непосредственно был встроен в систему управления в Крыму, как практика оценивал реформу Кривошейна крайне негативно. Он на словах неоднократно высказывался за упрощение бюрократического аппарата. В Симферополе был губернатор, вице-губернатор, управляющий государственным имуществом, казенные контрольные палаты, словом, полный бюрократический аппарат, некогда управлявший целой губернией. А теперь, чтобы управлять половиной губернии, все эти местные ведомства были возглавлены центральными министерствами в Севастополе, в которых количество чиновников было, конечно, больше, чем в Симферополе. И все эти чиновники были завалены работой, но добрая половина заключалась в переписке с подчиненными им губернскими учреждениями. Это двухэтажное управление половиной губернии обходилось крайне дорого. Колоссальные средства продолжали стратиться и на поддержание заграничных дипломатических миссий, в которых сохранились полные штаты служащих с прежними громадными окладами. Нужды центральных и заграничных учреждений удовлетворялись в первую очередь, а учреждения местные чахли, получая совершенно ничтожные кредиты. А что характерно начальник отдела печати гражданского управления, Немирович Данченко, которого уж точно нельзя заподозрить хоть в какой-то симпатии к большевикам или хоть людям с минимальными социалистическими устоями. Он, тем не менее, оценку в книжке «В Крыму при Врангеле» данное наблюдение подтверждает. При пустой казне в Крыму плодились и множились управления, отделы и канцелярии, наполненные бюрократами третьего сорта, жившими в проголоте, получавшими содержание в одну-две турецкие лиры по курсу, влиявшему на крымскую дороговизну. Но, кстати говоря, про курс мы отдельно поговорим. Зато все это поднимало престиж правительства Юга России, создавая иллюзию государственности. Зато заседали между ведомственной комиссией. Зато мог Кривошейн в тесный круг приближенных к нему лиц получать содержание в иностранной валюте. Кривошейн привлек за собой в Крым и укрепил в Севастополе связи с группировавшимися в Париже представителями русско-еврейского промышленного мира. Страсть к делячеству, сближавшая его столь разительно спокойным Сергеем Юрьевичем Витте, налагала на всю его деятельность в Крыму отпечаток финансовой аферы. Тут, конечно, насчет русско-еврейского капитала нужно понимать, что Немирович Данченко вполне закономерно оказался в стане очень близким к нацистам. Я бы сказал, даже не очень близко, а прямо нацисткам. У него еще там с дореволюционных времен был бзик на еврейском заговоре. Вот у него этот антисемитизм проскальзывает буквально во всех творениях. Но, тем не менее, наблюдения, как мы видим, Аболенского, с одной стороны, как профессионала в управлении, и человека гражданской позиции, журналиста высокого ранга, полностью совпадают. Причем о докрымской деятельности Кривошейна, собственно, кто это таков, очень нелицеприятно отзывался даже кадет Мануил Сергеевич Маргулиес, член Бюро Государственного объединения России в Киеве, и участник Ясского совещания. Кстати, несостоявшийся министр финансов в краевом юго-западном правительстве. Он написал очень интересную книжку, всем рекомендую, «Летопись революции. Год интервенции». Ну, там книга первая, книга вторая, это конкретно цитата из второй книги. Во время Деникиниады свыше 30 московских фирм по инициативе патриотов имя, название организации «Вымрано» соорганизовались в могущественный синдикат, который получил монополию на добывание для Донской области валюты, для чего ему было предоставлено неограниченное право вывоза угля и хлеба из области и ввоза мануфактуры, а также 100 миллионов донских рублей для оборота. Во главе синдиката председателем его стал А.В. Кривошейн. Донской министр торговли, проведший этот синдикат в своем правительстве, получил место директора-распорядителя с договором на 5 лет и по 125 тысяч в год, доведя договор в правительстве, он сейчас же вышел в отставку. То есть, ну вот это конкретно какое-то такое МММ, как это еще можно назвать? Кстати говоря, вот это-то конкретно можно проверить документально. Да, это изложено в некой нарративной форме, но факт остается фактом. Результаты экономических инициатив Кривошейна Немирович Данченко описывает так. Владельцы предприятий постоянно сокращали производство, ссылаясь на отсутствие сырья. А это было неправда, так как железного лома во всех портах Крыма, сколько угодно, а листовой табак и кожа вывозились на глазах у всех за границу. Несмотря на то, что правительство выдало кожевинам заводам 200-миллионную субсидию, оно целое лето не могло добиться того, чтобы кожевники обращали эти деньги в производство, а не в валютную спекуляцию. Точно так же пришла в упадок и соляная промышленность. Хотя Крым имел все данные для того, чтобы наладить экспорт соли на дунайские рыбные промыслы. Гораздо легче было заниматься прожектерством, вывозить последнее достояние края за границу и спекулировать на валюте. А потому крымские промышленники решили не изменять обыкновению российских буржуа в тылу гражданской войны. Ираковский в этот момент поясняет дело на житейских примерах. Очень показательных, кстати. 13 вершков стекла обходились в Крыму для купца в 96 рублей. А за них он покупал путкичменяк, который стоил 2000 рублей. Эта операция по товарообмену давала 1200% барыша. Мало этого, такую прибыль имели кооперативы. Частные же торговцы получали путкичменяк не за 13 вершков стекла, а за 1. При таком подходе к делу дореволюционный либеральный курс, проповедовавшийся Кривошейном, что бы вы не прожектировали, мог привести и фактически приводил ровно к одному катастрофической инфляции и спекуляциях на валюте, которая была предельно выгодна при наличии сильного, например, фунта стерлингов и постоянно падающего рубля. Как это происходит, мы все знаем вот на нашем современном примере. Ну, просто потому, что привозя сюда товары западного ширпотреба, в данном случае английского и французского, можно было вот так навариться аж 1200% барыша. Какой капиталист при этом начнет заниматься производством? На это рассчитывать нельзя, потому что даже если он начнет заниматься производством, его сразу же разорят более удачливые коллеги, которые поднимают куда большую маржу. Его просто купят. Вот экономический сектор правительства Кривошейна декларировал порядок в наведении внешней торговли через монополизацию экспорта из Крыма. И князь Оболенский об этой экспортной политике говорит очень подробно. Весь экспорт из Крыма регламентировался, и ни один путь хлеба не мог быть вывезен за границу без специального разрешения, связанного со взносом в казну известного количества иностранной валюты и с обязательством обратного ввоза тех или иных предметов, необходимых населению или армии. Закон имел целью, во-первых, сосредоточением в руках правительства иностранной валюты содействовать поддержанию курса рубля, а во-вторых, бороться с развившимися за последнее время явлением, когда экспортеры уезжали за границу вместе с товаром и там исчезали с вырученной валютой или возвращали в Крым, нуждавшиеся самым необходимым, предметы роскоши и тому подобное. На практике, однако, введенная монополия экспорта не дала ожидавшихся от нее благ, но породила море злоупотреблений. Экспортные свидетельства с трудом добывались без крупных взяток. И в конкурсе темных дел не брезгующие ничем спекулянты, но вориши систематически одерживали верх над людьми честными и солидными. Раковский, очень интересно, он почти цитирует мнение кадета Маргулиса насчет Кривошейна, председателя Совета Министров. Вот слово Маргулису. Такие представители правящих верхов, как Кривошейн, занимая самые ответственные посты, были всегда в то же время влиятельными членами акционерных предприятий, которые оказывались поставщиками и контрагентами крымского правительства. То есть, государственная монополия зашла немножко не в ту степь. То есть, государственная монополия сама стала предметом торговли, то есть, выдачи экспортных свидетельств. Это был очень выгодный бизнес, как мы понимаем, из вышесказанного. А значит, и экспортными свидетельствами можно было торговать за взятки. Чем и занялись, судя по всему. Что занялись, подтверждает Энемирович Данченко. Кривошейн обмолвился как-то крылатой фразой о том, что со спекуляцией борьба бесполезна. И это в самом деле было так, если многие заведомые спекулянты обивали пороги приемных помощников главнокомандующего по гражданской части. Так вот, если мы вернемся к важнейшей части экономического состояния, это состояние в первую очередь земледельнической части, то относительно зажиточная масса, в том числе Крыма, масса крестьянства, белых встречала, ну, конечно, вряд ли с восторгом изначально, но как минимум благожелательно нейтрально. Потому что они были против большевиков, а значит, против этих самых продразверсток попыток коллективного использования земли, которая конкретно в этом месте была не особенно нужна крестьянам. Эта вот мелкобуржуазная прослойка собственников, каким являлось крестьянство, освобожденной реформой 1861 года, это была настоящая гремучая смесь. Это просто была бочка с порохом, с уже подведенным фитилем. И любое неправильное политическое действие могло эту бочку детонировать. Когда мы видим нарастание разгула спекуляции, самоуправства чиновников на местах, сознательное обваливание рубля, которым прямо занималась правительство Кривошейна, опять же, это-то можно на документах проследить. Вот это все, естественно, никак не могло понравиться крестьянам, и крестьяне начинают на глазах отходить от поддержки белых. Потом это еще усугубится. Мы скажем, как и почему. Но этот проклятый земельный вопрос, который тяготел над Россией еще с 18 века, который в полной мере осознавала уже Екатерина Великая, он ведь никуда не делался к началу 20 века, и проклятый земельный вопрос нужно было решать. Повторюсь, 87% населения это та сила, с естественным движением, которой бороться вообще невозможно. Можно лишь оседлать волну, которую эта сила поднимет рано или поздно. Вот да, это было сделать можно. Как это делали большевики, это предмет отдельного разговора, а вот как это делали белогвардейцы, в частности, в Рангель. Есть несколько документов, которые мой товарищ Реми Майснер нашел. Собственно, он помогал мне вообще в производстве всего этого доклада. Во многом, это его подбор информации, которую я лишь расположил в нужном хронологическом порядке. Так вот, да, кстати, спасибо ему огромное. Володя, если ты меня смотришь. По поводу земельного вопроса. Врангель очень тактично, я бы сказал, запредельно тактично, с огромным пиететом обращается к главным держателям земельных наделов в составе единой организации, к русской православной церкви. Землю нужно было выводить в постоянно обрабатываемый фонд, чтобы просто получать больше хлеба, больше трубок, который можно было вывозить на экспорт, чтобы можно было выпасать баранов, из которых делают кожу, опять же, серьезное экспортное средство и так далее. Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь, личные мои наблюдения и единодушные показания других лиц, говорят, что изданный мною 25 мая земельный закон, о нем чуть ниже, принят населением с глубоким удовлетворением и вызывает везде патриотический на юге востоке России подъем и любовь к русской армии и энергию в борьбе с угнетателями большевиками. Но в некоторых местах, занятых нашей армии, приходилось встречаться с недоумением населения по поводу монастырских, причтовых и церковных земель. Как и синоверующие сыны православной церкви, я и мои ближайшие сподвижники в земельном вопросе не сочли для себя нравственно возможным коснуться церковного достояния, но интересы государственного создания России и недоумения населения побуждают меня обратиться к вашему преосвященству с просьбой обсудить данный вопрос, сочтет ли возможным сама православная церковь параллельно с государственной властью вынести какие-либо решения, чтобы с одной стороны охранялись действительной нужной церкви, а с другой стороны показать русскому народу, что православная церковь, как и в старе, всегда идет чадом своим навстречу, думая о спасении и пользе измученной родины, ну и так далее, поручая вашим молитвам и в совершеннейшем почтении верховный главнокомандующий. Вот как на это отреагировала церковь на столь вежливую, исполненную уважение просьбу? Во-первых, вот мы сейчас прочитаем выписку из протокольного определения Временного Высшего Церковного Управления на Юге-Востоке России от 17 июля 7 августа 2020 года. Временное Высшее Церковное Управление на Юге-Востоке России имело суждение по вопросу возможности передачи монастырских и церковных земель в общий земельный фонд для распределения между неимущими и малоземельными крестьянами. Справка первое протокольным определением Высшего Церковного Управления от октября 19 номер 244 постановлено принимая во внимание что вопрос о церковном землевладении сложен и затрагивает не только практически нужды церкви, но также исторические тенденции церковной каноны. Высшее Церковное Управление определяет поручить профессору Верховскому составить по всему вопросу записку, в кое изложить историко-канонические основания. Ну, собственно, можно ли передавать землю в церковный фонд? Очень длинная справка смысл такой что никогда такого не было. Зачем ее теперь передавать? У церкви есть вполне конкретные нужды и поэтому уважаемый профессор Верховский очень точно обосновал что конечно церковь вообще обычно идет навстречу нуждам своих малоимущих или неимущих чат, но только не в этом конкретном случае, потому что землей церковь отказалась делиться и не поделилась записка по вопросу и возможности целесообразности скорейшего отобрания церковных земель Исконное право христианской церкви иметь в своей собственности недвижимое и движимое имущество всегда основывалось в неоспоримом праве церкви осуществлять свою святую задачу на земле для удовлетворения потребностей христианского богослужения на содержание церковной иерархии духовенства и необходимость учреждений для распространения религиозно-нравственного просвещения помощи бедным и так далее церковь всегда нуждалась в средствах как не может нуждаться ни одна организация на земле преследующая какие-либо большие общественные задачи на этом же основании зиждется имущественное право церкви и ныне вместе тем имея вечно идеальные задачи не приходящие во времени церковь в принципе всегда смотрела на свое движимое недвижимое имущество как на неотчуждаемое потому что и то и другое приносилось верующими в жертву Богу вот то есть Врангель обратившись с весьма своевременной обдуманной и крайне нужной просьбой получил отказ и ничего не смог сделать просто потому что он конкретно опирался именно вот на эти круги и крестьянство естественно которое как было сказано с недоумением относилось к тому что за монастырями и церквями такие земли находятся вне общего земельного фонда они конечно же отреагировали крайне негативно на все это тут же конечно накладывалось на все непосредственное человеческое взаимодействие боевых частей и крестьянства да и не только собственно крестьянство вообще население как нам Раковский приводит записку военно-судебного ведомства составленного уже правда после эвакуации из Крыма по факту так сказать население местностей занятых частями Крымской армии рассматривалось как завоеванное в неприятельской стране приказы о пресечении грабежей были пустым звуком при наблюдении того что творилось по деревням и как власть реагировала на это можно было вывести одно заключение что требование о прекращении грабежей было основано на желании кого-то убедить что все благополучно а в реальности население буквально стонало от произвола комендантов администрации от полной беззащитности от распущенной никем и ничем не сдерживаемой офицерской солдатской вольницы защиты у деревни не было никакой крестьянин был абсолютно бесправным существом и находился можно сказать вне закона я повторяюсь это не Раковского мнения это записка военно-судебного ведомства и даже кулаческая прослойка то есть наиболее богатые крестьяне настоящие бизнесмены на селе как нам пишет Раковский белогвардейцев конкретно упрекали в том что невозможно вести бизнес упрек следующий и коммунисты нас разоряли и вы теперь разоряете разница только в том что коммунисты просто у нас забирали а вы забираете за большие деньги но нам даете товар за такую цену что хоть ложись и помирай сил нету никаких одни грабили и другие грабят только ваши грабители грабят не только прямо но и через обман обман отлично видел крымский обыватель в том числе и государственные чиновники врангелевского режима вот Немирович Данченко прямо пишет об оттоке капиталов за границу за счет инфляции и прямых валютных спекуляций ни о каком твердом курсе фунта или франка в тылу армии не было и в помину а потому рубль Деникин или врангеля стремительно летел вниз без всякой зависимости от успехов или неуспехов противобольшевистских армий мероприятия по оздоровлению русских финансов были безнадежны валютная спекуляция как яд разлагала тыл причем по мнению Раковского насколько можно судить выверенному ответственность за вал рубля несло министерство финансов которое непосредственно возглавлял Михаил Владимирович Бернацкий знаменитый человек бывший министр финансов временного правительства начальник управления финансов при особом совещании главнокомандующего вооруженных сил юга России Деникине Антони Иванович министром финансов остается эластичный чиновник профессор Бернацкий еще со времен Деникина специализируешься на катастрофическом понижении рубля и на втирании очков в отношении блестящих финансовых перспектив как результата его мудрой финансовой политики ну а обвальная инфляция вы сами понимаете вот буквально следующий шаг это обвальный рост цен Немирович Данченко пишет дороговизна жизни приняла фантастический характер далеко оставляя позади советские цены офицерство и чиновничество голодало ища выход из материальной нужды во всевозможных злоупотреблениях по службе начиная от взяток и кончая расхищением казенного имущества семьи офицеров сражавшиеся на фронте нищенствовали и никакие грозные приказы главнокомандующего не могли помочь делу а вот кстати князь Аболенский который тоже не питал никаких иллюзий и симпатий к большевикам и знал ситуацию изнутри резюмировал общественное настроение буквально следующей фразой жизнь последнее время стала настолько невыносимой что мне приходилось даже от людей весьма правых политических взглядов слышать фразу ну и пусть придут большевики хуже уже не будет то есть все вместе отмечаемые собственно белогвардейским источниковым корпусом это и падение валюты это и злоупотребление чиновничества на местах это просто как бы мы сказали теперь уголовный беспредел в том числе от анархистов вот это все вызывало реакцию не могло ее не вызвать реакция в данном случае она не была единой и слитной то есть не было какой-то единой силы которая бы сказала что нет так не будет а будет неким другим способом это был дисперсный низовой протест который какое-то время вообще не имел конкретного силового или политического выражения но наличие подобных настроений всегда когда есть это нестабилизация тыла и всегда дурно сказывается на морали войска этим конечно тут же пользовались большевики ведя очень широкую пропаганду и естественно большевистских агентов пытались выявлять пытались нейтрализовать пытались вести контрпропаганду чем занимались конечно спецслужбы и вот Немирович Данченко оценивает действия врангельевских жандармов как крайне и недопустимо мягкие а именно репрессии белых ни в какое сравнение с красным террором идти не могли доказательством это можно привести хотя бы институт высылки недовольных элементов советскую Россию имевшие в Крыму постоянное применение оно доходило до абсурда как это показал пример пример высылки в Грузию полубольшевика Конторовича организовавшего все забастовки Севастопольского порта я конечно не знаю что такое полубольшевик если мне кто-нибудь сможет пояснить поясните потому что Конторович был меньшевик вообще-то из объединенной организации РСДРП а Грузия в это время не была частью советской России поэтому когда был большевик уехал в советскую Россию это как-то очень странно все звучит а вот Раковский уточнял ситуацию с недопустимой мягкостью с какой-то другой стороны у него видение ситуации было свое приказы Врангеля о высылке в советскую Россию за разные преступления главным образом политические об амнистии добровольно перешедшим со стороны большевиков на практике сводились к расстрелам высылаемых к арестам и тюремному заключению для перебежчиков так называемая высылка в советскую Россию была замаскирована смертной казнью как пропускали через фронт об этом можно судить по следующему разговору генерала Кутепова с начальником Марковской дивизии генералом Третьяковым в присутствии генерала Писарева неужели вы их действительно пропускаете спросил генерал Кутепов то есть мы их не пропускаем мы их только немного отпускаем поправил красноречиво улыбаясь генерал Третьяков ну так и нужно одобрил Кутепов это конечно вот это конкретно нарративное заявление то есть это повествовательное заявление мы точно не знаем имел ли какие-то документы об этом четкие свидетельские показания может быть показания раненых выживших Раковский но однако вот есть мнение Немировича Данченко есть мнение Раковского я их оба привел они для антропологического повторюсь понимания ситуации крайне важны то есть такие настроения тоже были в Белом Крыму начальником особого отдела главнокомандующего Врангель утвердил известного человека генерала-лейтенанта Евгения Константиновича Климовича это такой красавец жандарм с усами шикарный мужчина вот его назначения и последовавшие действия были восприняты общественностью крайне неоднозначно потому что Немирович Данченко который кстати ошибочно Климовича приписывал к департаменту полиции написал следующее вполне на месте был генерал Климович назначение которого на должность директора департамента полиции так восстановило против Врангеля левой круги вполне естественно что кадетам и опять полубольшевикам хотелось бы видеть в Крыму в этой роли какого-нибудь профессора полицейского права который упразднил бы контрразведки и судил большевиков судом присяжных Климович никого судом присяжных не судил он наверное единственную возможную жесткую политику в тылу потому что тыл-то был немирный тыл-то был военный естественно Климович взялся за дело жестко и даже жестоко иногда возможно даже слишком жестоко потому что страдали зачастую те чья вина вообще не была доказана или не была доказана убедительно о чем нам пишет например Владимир Александрович Боленский я стал говорить Климовичу о том какую губительную роль в постановке полицейского розыска до сих пор кроме бесконечного моря прямых злоупотреблений сыграло растяжимое толкование понятия большевизм так в большевизме обвиняли умеренных социалистов и даже вовсе не социалистов имевших несчастье служить в большевистских учреждениях приводил примеры расправы над совсем непричастными к большевизму людьми и так далее словом говорил все то что раньше говорил Кривошейн и с чем в последней вроде бы соглашался Климович уклонился от изложения своей программы но словоохотливо стал рассказывать о том как сидел в тюрьме при временном правительстве и какие при этом испытал унижение при большевиках тоже было скверно но они по крайней мере выпустили его на свободу и даже дали возможность поступить на службу в какой-то банк смысл речи заключался в том что все левые одним миром мазаны какой-то банк при большевиках это мог быть ровно один государственный банк то есть главную так сказать в кавычках полицейскую ящейку цепного пса режима большевики не только выпустили из тюрьмы но это вот трудоустроили в центральный банк страны Немирович Данченко так пишет Врангелю нужен был на этом посте это его слово посте это не я так написал а в Севастополе техник специалист полицейского дела и генерал Климович вполне оправдал возложенное на него доверие несмотря на огромные средства затраченные большевиками на поддержку движения зеленых и коммунистов в Крыму благодаря энергии и настойчивости Климовича движение это должно было к осени сойти на нет ну по поводу того что большевики сильно поддерживали зеленых так ведь не одни одни их сильно поддерживали Врангелях тоже поддерживал это естественно анархист имеется ввиду Володина с его подельниками из тюрьмы выпустили отнюдь не большевики кстати князь Боленский наблюдение Днемировича Данченко не разделяет при Климовиче как и до него тюрьмы были переполнены преимущественно случайными людьми что нисколько не мешало а наоборот помогало работе оставшихся на свободе большевистских агитаторов вот эти разнонаправленные показания свидетелей возможно уточнить воспоминаниями полковника охранного отделения корпуса жандармов Александра Павловича Мартынова который был подчиненный Климовича в еще дореволюционную пору речь о трамвайной забастовке забастовавшие служащие требовали изменений в экономическом характере политика отсутствовала политика взята в кавычки понятны политические требования забастовавшие выбрали забастовочный комитет 15 человек по проверке моим отделением члены забастовочного комитета были людьми до того не зарегистрированными по делам отделения Климович исходя из взгляда что теперь не время для забастовок отдал мне распоряжение арестовать членов комитета что и было мною исполнено начавшимся дознанием не было установлено причастности комитетчиков к подпольным революционным организациям при моих докладах генералу Морозовскому мне пришлось отметить конечно беспартийность членов забастовочного комитета и тот факт что согласно сведениям моей очень осведомленной в деятельности московских социал-демократов агентуры революционное подполье забастовки не организовывало так как генералу Морозовскому необходимо было принять меры в отношении арестованных членов комитета он пригласил к себе генерала Климович и меня мы оба не знали цели нашего вызова после краткого разговора о текущих делах Морозовский обратился к городоначальнику и попросил высказаться по поводу забастовочного комитета к моему удивлению генерал Климович стал доказывать что требования забасткома инспирированы местными социал-демократами подпольем что члены комитета тоже большевики и с ними надлежит поступить как с таковыми Морозовский усмехнувшись спросил Климовича а на чем он собственно строить свои выводы Климович стал доказывать свои выводы из общих положений говоря что отсутствие у начальника охранного отделения сведений по данному вопросу не означает еще того что общие выводы неправильные что у него достаточный опыт в таких делах и прочее генерала Морозовского он впрочем не убедил то есть это человек который если данное источниковое свидетельство правдиво который прямо шел на должностное преступление занимаясь подлогом уголовного дела то есть подчиненный накопал всю подноготную забасткома политики не обнаружил никакого нарушения закона тоже не обнаружил однако его начальник говорит нет дело политическое почему а мне так кажется судя по всему что-то подобное Климович в том числе проворачивал и в Крыму хотя повторюсь вот именно такой человек жесткий и энергичный вот именно он конечно нужен был по моему мнению в тылу единственное что нужен был еще генерал Морозовский который его порывы приводил бы в некие конструктивные рамки вот ну а склонность к расширительному толкованию большевизма примененной на практике в Крыму по описанию Раковского выглядела так тюрьмы переполнены на две трети обвиняемыми в политических преступлениях в заметной части это были военнослужащие арестованные за неосторожные выражения и критическое отношение и критическое отношение к главному командованию целыми месяцами в ужасных условиях без допросов и часто предъявления обвинений томились в тюрьмах политические в ожидании решения своей участи имуществом и судьбой и даже самой жизнью в Крыму распоряжались взяточники грабители мошенники и бандиты соединявшиеся в организации именуемой контрразведкой ну и помимо центра самоуправство процветало конкретно на местах то есть в контрразведительных органах военных частей на местах Яков Александрович Слащев Крымский пишет надо сознаться что беженцы начали мстить в Крыму левым элементом за свое унижение в Новороссийске иметь ввиду белые части отступавшие из Новороссийска особое рвение в этом отношении проявлял корпус Кутепова штаб-квартира которого была в Симферополе Раковский который в Симферополе проживал и работал видел город изнутри пишет так в Симферополе общее подавленное настроение всех слоев населения вызванное рядом смертных приговоров вынесенных военно-полевым судом подавленность усиливается с каждым днем так как аресты производимые чинами контрразведки не прекращаются в населении распространяются слухи о крайне предосудительном характере и способе ведения следствия в контрразведках и военно-полевом суде запуганные и приниженные органы местного самоуправления выступали с протестами против эксцессов белого террора а вот кстати тут же у нас возникает запуганный представитель органов самоуправления князь Боленский однажды утром дети идущие в школы и гимназии увидели висящих на фонарях Симферополя страшных мертвецов с высунутыми языками этого Симферополь еще не видывал за все время гражданской войны даже большевики творили свои кровавые дела без такого оказательства выяснилось что это генерал Кутепов распорядился таким образом терроризировать симферопольских большевиков важнейшей частью внутренней политики как я уже говорил у нас был вопрос о земле и вот мы наконец к нему возвращаемся потому что как мы знаем Врангель принял казалось бы очень прогрессивный закон о земле который декларировал передачу земли ну конечно кроме церковной тем кто ее обрабатывает и признание самозахватов того самого черного передела когда у помещиков земля изымалась явочным порядком правда конечно в этом прогрессивном законе был некий икивок в сторону собственно помещиков если говорить коротко не вдаваясь в попунктное перечисление данного закона это было что-то наподобие совмещения реформы 1861 года в ее конечно варианте 1880-х годов времени окончания он и реформы и реформы Столыпина то есть с одной стороны и попытка дать крестьянам землю но и забрать у них деньги для компенсации имевших место убытков тех слоев населения на которых опирался генерал Врангель сам Петр Иванович писал в воспоминаниях так необходимо было использовать возможность психологического воздействия на крестьянские массы вырвать из рук наших врагов главное орудие пропаганды против белой армии белого движения всякое подозрение в том будто бы цель нашей борьбы с красными восстановление помещичьих прав на землю и месть за их нарушения была создана комиссия достаточно авторитетная по крайней мере в виде представленных чинов князь Аболенский состав комиссии описывает так и кстати тоже проверяется по официальным данным Г.В. Глинка человек известный своими консервативными взглядами с несколько славянофильским оттенком оппортунист готовый пойти далеко в земельном радикализме но через силу вопреки своим взглядам и симпатиям 2.Личный друг Врангеля генерал Левашов глава союза землевладельцев юга России и решительный противник земельной реформы 3.Бывший таврический губернатор недавно избранный председателем право Ялтинской думы генерал Апраксин также противник реформы 5.Крымский землевладелец и принципиальный сторонник крупного землевладения бывший министр правительства генерала Сулькевича ВС Налбандов 5.Пятая бывший товарищ министра землевладения при царском правительстве П.П. Зубовский аккуратный деятельный чиновник более других склонный к уступкам но не боевой всегда готовый примкнуть к большинству 6.Бывший уполномоченный по землеустройству таврической губернии Шлейфер и молодой ученый-экономист К.О. Зайцев было кстати в присутствии и несколько христианских депутатов правда они так как не имели численного перевеса хоть какого-нибудь то даже паритетными их голоса считать невозможно то есть комиссии вдруг оказалось неким органом совещательного характера где начали вырабатываться некие прожекты что кстати очень напоминает работу по решению земельного вопроса в 1000 точнее перед 1861 годом причем Григорий Вячеславович Глинко глава комиссии прямо заявлял журналистам речь идет об устройстве скорой и выгодной покупки вечными арендаторами землеробами необходимых земельных участков если бы явилось вместо простого устройства арендаторов требование всеобщего раздела и безвозмездного отчуждения то комиссии не стоило бы создавать такого мимитингового вздора мы имеем и в печати и в советах предостаточно то есть если крестьяне от кулачества до малоимущих слоев рассчитывали что отнятая земля им достанется бесплатно им ясно дали понять не достанется и действия комиссии должны были поддерживаться неким крестьянским союзом и князь Боленский говорит о нем следующее он кстати имел к нему непосредственное касательство так сказать работая в смежных областях поэтому мнение довольно взвешенное в Севастополе при покровительстве Врангеля образовался крестьянский союз во главе которого стал некто Б кажется из деятеля кооперации человек довольно сумбурный но энергичный по-видимому искренний и порядочный в союз вошло несколько бежавших из Украины зазычных христиан и каким-то образом оказавшийся в Крыму известный лидер трудовиков первой думы а потом сотрудник нового времени и наконец один из злосчастных деятелей неудачного корниловского выступления А.Ф. Аладин он еще горел в форме английского офицера говорил трескучие фразы и хвастал своим мнимым вниманием на Врангеля намекая при этом что став во главе крестьянского союза он заставит Врангеля плясать под свою дуду кстати по поводу английского мундира там никакой оговорки нет потому что Алексей Федорович Аладин в самом деле сотрудничал очень активно с британской разведкой вот нам энциклопедии Кирилла Мефодий буквально следующее сообщает после распуска Первой Думы Аладин остался за границей в начале Первой мировой пытался вернуться в Россию но не добился разрешения русских властей Аладин вступил в ряды британской армии вероятно служил в разведывательных органах в июле 17-го он появился в Петрограде сблизился с Лавром Георгиевичем Корниловым и был арестован после подавления Корниловского мятежа после Октябрьской революции Аладин участвовал в белом движении поддерживал связи с иностранными миссиями в 20-м году эмигрировал в Великобританию совпадение не думаю однако вот к маю 20-го года земельный закон увидел свет и князь Боленский его характеризует так повторюсь человек который работал на земле в непосредственном самоуправлении он противник большевиков и поэтому его особенно нужно выслушать он профессионал управления он то есть закон был не слишком прав или лев а слишком сложен приспособлен для мирного времени а не для периода гражданской войны все-таки я придавал ему как попытки хоть и запоздавший круто повернуть рули политики южно-русской власти в земельном вопросе большое значение я глубоко убежден и теперь что если бы земельный закон хотя бы в таком виде которым он был издан генералом Врангелем 25-го мая 20-го года был бы издан генералом Деникиным 25-го мая 18-го года результаты гражданской войны были бы совсем иные вот генерал-майор Владимир Николаевич фон Дрейер военный корреспондент при добровольческой армии обосновывал необходимость закона новый закон изданный в суровой обстановке военного лагеря в немногих словах может быть выражен так земля трудящимся на ней хозяевам эта руководящая мысль опирается на два основных стремления охранить всякое землепользование как оно установилось к настоящему времени и передать трудящимся на земле хозяевам земли казенные и частновладельческие вот то есть кто землю обрабатывает тот земли и хозяин мы понимаем что такой подход это однозначное ущемление прав помещиков крупных землевладельцев которые обладали основной частью земли в данном регионе до революции вот но в южной России об этом пишет в том числе Немирович Данченко только 25% помещиков занимались обработкой собственной земли потому что все остальные сдавали угодья в аренду несмотря на в общем правильный посыл который имелся место в этом законе он в самом деле был правильный если бы было время его бы можно было отработать и привести в исполнении закон практически работал в данном его исполнении на интересы крупных землевладельцев потому что повторюсь он должен был проводиться и проводиться быстро фонд Рейн буквально так пишет об очень важном втором пункте этого самого указа не подлежат отчуждению все надельные земли приобретенные при содействии крестьянского банка и не превышающей установленного размера участки выделены на труба и хутора по законам землеустроительным церковно-приходские наделы усадебные и высококультурные участки сады-виноградники и тому подобное земли принадлежащие сельскохозяйственным учебным учреждениям участки под промышленными заведениями а также всякие вообще владения не превышающие известных размеров то есть если мы переведем на более простой язык мы поймем что наиболее удобные для обработки полнородные участки они оставались в руках крупных землевладельцев но все остальное то есть наименее пригодные участки оставались в руках крестьянства вот и кстати доставались не даром земля отчуждяется не даром а за выплату государством стоимости ее такая передача земли обеспечивает переход к ее настоящим прочным хозяевам а не ко всякому падкому на даровщину и чужому земле человеку цена за 10 на земли определяется пятикратной стоимостью внимания среднего годового урожая с десятины уплата за землю рассрачивается на 25 лет и следовательно каждому хозяину придется вносить ежегодно одну пятую часть урожая или выплачивать стоимость ее уплата государству может быть производима как хлебом так деньгами по желанию плательщика вот есть законная необходимость платить 20% от средней внимания средней стоимости урожая это размер урожая вычисляема но у нас даже в Крыму как мы знаем урожай может очень сильно разниться при отсутствии высокой культуры агропользования которая была характерна для того времени современной естественно не сравнить то есть если имеет место плохой урожай то 20% которые вычисляются по среднему они могут просто разорить мелкого землевладельца или по крайней мере поставить его в тяжелейшее положение ну а крупному землевладельцу в принципе все равно то есть он заплатит немножко больше немножко меньше он имеет возможность ну как-то говорят жир для марафонской дистанции он может два года терпеть убытки и за пять лет это все компенсировать мелкий крестьянин нет то есть его земля неминуемо окажется в руках все тех же крупных латифундистов он вынужден будет ее продавать князь Аболенский вот как вы видели в целом высоко закон оценил тем не менее замечает что выкупные платежи вот это даже он понимал что это именно они выкупные платежи действительно были исчислены слишком высоко ибо одна пятая часть урожая из десятины превращалась при трехпольной системе в три десятых с посева а при распространенной в Крыму залежной системе в половину а то и более в это время рыбочная стоимость земли была крайне низка земля являлась пожалуй самым дешевым товаром и я знаю целый ряд случаев покупки земли в Крыму за бесценок это обстоятельство крайне благоприятствовало проведению земельной реформы однако правительство Врангеля порожденное правыми кругами не могло не пойти им навстречу хотя бы в вопросе о цене зачуждаемого помещика в землю при этом сам Врангель заявлял о будущем самое главное по его декларативному заявлению мелкого землевладельца то есть крестьянина который фермера по-американски говоря мною намечен целый ряд мер чтобы наибольшее количество земли могло бы быть использовано на правах частной собственности теми кто в эту землю вложил свой труд мелкому крестьянину собственнику принадлежит сельскохозяйственная будущность России а крупное землевладение отжило свой век исходя из характера закона это выражение напрямую пропагандистское я бы наверное сказал бы просто лживое потому что любому было понятно на всем мировом опыте того времени уже то есть от конца 19 века что фермер как мелкий землевладелец вот это конкретно прошлое землевладение а будущее принадлежит крупным агрохолдингам что мы теперь конечно видим потому что только очень большая концентрация ресурсов в виде земли и трудящихся может дать известный прогресс а мелкий землевладелец он рано или поздно в условиях капиталистического землепользования будет разорен и окажется или сотрудником этого самого агрохолдинга или вообще будет вынуждена уйти с земли то есть выражение явно популистское и кстати крестьянство на издание закона отреагировало с очень большой осторожностью то есть мы прям не видим в источниках документального характера большой активности крестьян по выкупу земли то есть все просто приняли ждать а что дальше будет но некоторый эффект был князь Аболенский пишет что радикальная земельная реформа как психологическое средство сильно пострадала от высоких исчислений выкупных платежей что послужило поводом для усиленной агитации против всего земельного закона однако крестьяне надеялись что получив землю на законном основании они ее уже не лишатся а выкупные платежи могут быть рассрочены что предусматривалось в законе а то и совсем отменены по манифесту Раковский о неуверенности крестьян пишет точно так же форма разрешения аграрного вопроса казалась крестьянину очень неудачной во всяком случае не сулила немедленного закрепления права собственности на землю раньше были раньше было лучше говорили крестьяне купил землю заплатил и все теперь же нужно закабаляться на всю жизнь 25 лет платить помещикам крестьяне ознакомившись по опыту с бренностью всякой власти с особенным скептицизмом относились к прочности 16 по счету врангелевской власти заранее считая что платежи которые с них взышут за землю дело пропащее неудивительно что население настолько отрицательно отнеслось к этому аграрному закону вот в условиях когда правительство врангеля напрямую связанное с крупной буржуазией оно зависело от этой крупной буржуазии от их мнения от их поддержки а вот народная масса мелкого крестьянства и горожан которые были ущемлены проведенными экономическими мерами вот они все реже и реже относились к правительству врангеля нейтрально и нарастала враждебность вести войну при таком состоянии тыла было откровенно трудно о чем сам Петр Иванович писал почти прямо в обращении к правительству Великобритании категорическое требование Великобританского правительства прекратить борьбу ставит мою армию в невозможность продолжать таковую возлагая на Великобританское правительство всю нравственную ответственность за принятое им решение и совершенно исключая возможность непосредственно военных переговоров с врагом я отдаю участь армии и флота и населения занятых вами областей на справедливое решение Великобританского правительства то есть Попытки найти точку опоры среди украинских националистов Симона Петлюры, среди националистов и меньшевиков Северного Кавказа, среди антибольшевистских анархистских сил. Мы видим, что все равно это капля в море и требуется конкретный, настоящий союзник, а вариантов-то было ровно два, или Англия, или Франция. Кто еще мог реально поддержать деньгами, техническими или средствами, вооружением армию Врангеля? Ну а де-факто, как мы знаем, опять же, официально признание белого правительства в Крыму последовало только со стороны Франции. Англичане, в общем, так далеко не пошли. Ну а в целом в Крыму поддержка и участие англо-французской стороны совокупно оценивалось скорее негативно. И об этом писал Немирович Данченко. Ничто так не уронило престижа власти в глазах армии и населения, как так называемая внешняя политика. Население крымских городов недодушно ненавидело и англичан, и французов, смутно угадывая в них виновников неудачного исхода борьбы с красными. Эта ненависть усугублялась вызывающим поведением английских и французских моряков, которые, располагая валютой, вели в Севастополь разгульную жизнь, скупая по магазинам драгоценности, разъезжая среди полуголодной толпы в парных экипажах. Ну, конечно, это все связано с девальвацией рубля, потому что у тебя только вчера было, скажем, 5 рублей внутри одного фунта, а завтра их будет 10. Соответственно, говорят, твой капитал заметно увеличится. Ну, а если вам приходится покупать за рубли фунты, ну, например, чтобы заполучить себе место на английском пароходе, то вы так можете все свое достояние спустить за один раз. Ну, если оно, конечно, не очень велико, что, конечно, не могло нравиться горожанам. Тем более, что да, французы и англичане вели себя более чем разнузданно. Что интересно, Немирович Данченко сравнивает германскую оккупацию Украины и с так называемой союзнической помощью Антанты в самых горьких тонах. Германская оккупация Украины летом 1918 года не оставила и сотой доли тех горьких воспоминаний, которые накопились в стане белых за время знакомства с французами в Одессе и с англичанами в Ростове и Новороссийске. Все помнят, как немцы, придя на Украину, установили твердый курс германской марки. Сперва в 75, а потом в 85 копеек. И этот курс не менялся в течение всего пребывания германских войск на юге России. Обстоятельства, имевшие громадное значение в деле поддержания здоровых экономических отношений между оккупантами и населениями юга России. Вот почему нет ничего удивительного в том, что когда в один прекрасный день в середине июня по Севастополю пронеслась весть о прибытии в Крым немецкой делегации, севастопольское общество восприняло эту новость с плохо скрываемым ликованием. Никогда еще столь сильно не чувствовалась тяга к перемене ориентации. Как в летние месяцы пребывания русской армии в Крыму. Вот, впрочем, опять же, наверное, ни для кого не секрет, что английское, да и французское правительство использовали в своих интересах армию Врангеля. В первую очередь в дипломатической игре как разменную пешку для того, чтобы отвлечь часть большевистских сил от нарастающей ситуации на польском фронте. Потому что, опять же, в это время шла польско-советская война. А освобождение с Южного фронта еще 80 тысяч штыков, которые могли бы быть брошены на польский фронт, это абсолютно не нужно было ни англичанам, ни французам. Поэтому бросить на произвол судьбы вообще южно-русское правительство они даже и не пытались. Вот. А тем не менее, англичане уже в это время проводили довольно активные сношения с большевистским правительством в Москве. Вот 19 апреля адмирал Сеймур передает Врангелю такое уведомление. А английское адмиралтейство уведомляет, что лорд Керзон послал господину Чичерину в субботу 19 апреля, нового стиля, телеграмма, в котором сообщил, что несмотря на поражение вооруженных сил Юга России, нельзя допустить их окончательной гибели. Поэтому, если господин Чичерин не согласится на посредничество лорда Керзона и на прекращение дальнейшего наступления, которое могло бы последовать со стороны Советов, правительство его величества будет обязано направить боевой флот для защиты Крымской армии от беспрепятственного захвата со стороны Советов последнего убежища Русской армии. Во-первых, да, видно, что уже вполне конкретно ясно, что без прямой поддержки англичан дело плохо. И Раковский нам сообщает, что в конце апреля месяца Врангель получил официальное письмо от генерала Перси, представителя Англии приставки, в котором указывалось, что лорд Керзон уведомил адмирала Дерабекка, верховного политического комиссара Англии в Константинополе, о том, что ответ господина Чичерина на его предложение до сего времени не дает надежды на благоприятное разрешение вопроса. В июле месяце английское правительство делает последнюю попытку добиться заключения мира между большевиками и Врангелем при условии, что вооруженные силы Юга России немедленно вернутся в Крым и что очищенная ими территория во время перемирия будет считаться нейтральной зоной. Врангеля решено было пригласить на конференцию в Лондон для обсуждения дальнейшего вопроса о судьбе армии и региона под его властью. С тем, однако, условием, что правитель Крыма и главнокомандующий будет рассматриваться не как полноправный член конференции, какими будут считаться представители Польши, Советской России, Галиции, Сибири и других. То есть Англия, да, была готова некоторым образом поддерживать Врангеля, но его как самостоятельную политическую фигуру они не готовы были расценивать. О чем с ясностью и было заявлено генералом Перси. При этом Петр Бернгардович Штруве, который находился на посту начальника управления внешних отношений, то есть министра иностранных дел, заявил, что правительство Врангеля считает приемлемым последничество Англии и находит возможным участие своих представителей на проектируемой конференции, с тем, однако, обязательным условием, что ему было предоставлено полное равенство со всеми другими членами конференции. Ну, однако, вы понимаете, равенство вот с чем? С Галицией? Ну, ведь даже на одну доску с Галицией англичане отказывались ставить правительство Врангеля. Словом, на прямую поддержку, это стало понятно, на прямую поддержку Великобритании рассчитывать не приходилось. Немирович Данченко пишет, что англичане прямо говорили, что пребывание русского военного флота в Черном море препятствует установлению правильных торговых сношений между Константинополями и портами Советской России. Английский сезон на юге сменился французским. По словам Раковского, сложившаяся ситуация, вот белое правительство ограничило даже обычную антибольшевистскую риторику. Вот в рамках проекта той самой большой России. То есть правительство Врангеля в лице Струве выдвинуло проект, сущность которого сводилась к следующим положениям. Армия Врангеля не питает никаких наступательных планов вглубь России и желает лишь оградить свое право на существование в местностях, которые она занимает. Французское правительство должно было взять на себя инициативу и предложить советскому правительству установить границы между Советской Россией и территорией, занимаемой Врангелем, чтобы последний мог спокойно организовать экономическую и общественную жизнь на юге России, не подвергаясь угрозам со стороны большевиков. Раковский также прямо указывает на роль вооруженных сил юга России как отвлекающего фактора в польской войне. Ну и в итоге Франция идет на признание врангельского правительства. Катастрофическое положение Польши, пассивное поведение Англии в отношении противодействия большевикам на предмет спасения Польши от гибели, заверение врангеля кривошейной струве о готовности уплатить долги России, желание нанести сильный удар представителям сочувствовавших большевикам левых соц. течений, политические связи русских послов за границей, агитация и пропаганда врангелевцев, все эти и другие вместе взятые причины заставляют французское правительство, возглавляемое милираном, принять окончательное решение о необходимости признания фактического существования правительства врангеля. Однако, тут нужно заметить, что французы, конечно же, как и англичане, не стремились делать это бесплатно. А все почему? Да потому что французы перед Первой мировой войной, это был главный кредитор Российской империи, которому Российская империя, переставшая существовать, далеко не все выплатила, а хотелось, чтобы, конечно же, все. Есть некий текст, опубликованный в «Газели Дели Телеграф» от апреля 2020 года, номер, если не ошибаюсь, 10-й, он курсирует в переводе из одной книжки в другую, на него все ссылаются, однако я поднял подшивку «Дели Телеграф», там этого договора, в принципе, не обнаружил. Ну и было бы странно, чтобы французский договор публиковался в английской газете. Для меня как-то этот выход не очень понятен. То есть, есть возможность, что это фальшивка. Я, кстати, легко ее допускаю, поэтому основательно на него ссылаться не буду. Имеется в виду договор, где обозначено, что Врангель обязуется выплатить абсолютно все долги русского правительства французам, если победит, естественно, со всеми положенными процентами, пока проценты не выплачены, передается там часть железных дорог, часть земельных угодий, часть минеральных ресурсов под французское управление. Повторюсь, скорее всего, это фальшивка, потому что все эти книги, которые на этот закон ссылаются, ссылаются на несуществующую статью в номере «Дели Телеграф». Я, по крайней мере, найти ее не смог. Может быть, где-то была допущена ошибка, и там число неправильно проставлено. Этого «Дели Телеграфа» слишком много, я его всего просто не успел просмотреть. Но, тем не менее, поиск точки опоры за границей постоянно убавлял вполне заслуженный авторитет, изначально имевшийся у правительства Врангеля, у самого Врангеля. Тяжелейшая экономическая ситуация, в которой оказался Крым, как по объективным причинам, то есть, это все-таки не самая большая территория, и субъективным причинам, том, что союзники стали напрямую заниматься торговыми операциями с советским правительством, которое представлялось куда более выгодным бизнес-партнером, чем крошечный на фоне всеобщей большой страны Крым. Так, собственно, злоупотребление на местах и, в общем, прямых просчетов, какие мы видим, возможно, допущенных неосознанно. Я не склонен верить в теории заговора, что какие-то злобные силы сидят ночью и строят козни, как бы всем напортить все. Я в такое слабо верю, вы понимаете? Так вот, совокупность этих факторов, она, конечно же, обеспечила самое главное – крайнюю слабость экономики. И мы знаем, что любая армия нового, новейшего времени – это армия, которая является наконечником копья на древке тыла. И вот эта древка в руках правительства Врангеля, она стала трещать по швам и, в конце концов, сломалась. Когда красные пошли на перекоп, технических средств сопротивляции было крайне мало. И да, сражение было отчаянным. Белые сражались, в общем, хорошо. Это были, в основном, профессиональные военные с опытом войны. Но, как бы мы ни повернули эту ситуацию, рано или поздно она бы завершилась ровно одним – поражением. Просто, повторяюсь, экономические потенциалы были прямо несопоставимы. Поэтому, на мой взгляд, это такой пример попытки проводить либеральную политику там, где либеральную политику проводить уже нельзя. И, опять же, на мой взгляд, исходя из всего приведенного массива белогвардейских, подчеркиваю, только белогвардейских источников, даже ими самими сравнение с Советской Россией, которое было декларировано при взашествии Врангеля на престол, оказалось не в пользу правительства Врангеля. Советское правительство справилось со своими обязанностями несколько лучше, что, опять же, мы видим по реакции, в общем, крайне недружелюбных к советскому правительству англичан, да и франтузов тоже, которые шли с господином Чечериным и господином Красиным на прямое торговое сотрудничество. Специально об исходе из Крыма я говорить не буду, потому что, во-первых, тема очень длинная, а я и так уже перебрал, да. Во-вторых, конечно, крайне тяжелая, потому что описывать страдания людей, которые даже напрямую не были вообще задействованы в военных действиях, например, стариков и детей, которые оказались в условиях тяжелейшей эвакуации. Это, на мой взгляд, слишком тяжелая тема. Выносить на первый план человеческие страдания и как-то на них спекулировать я не буду. Поэтому все, что хотел сказать, сказал. Спасибо. Спасибо.